Приветствую вас! Немного сбивчивый у вас получился текст, поэтому я, наверное, в процессе разбора вашего вопроса задам вам несколько дополнительных вопросов, потому что некоторые моменты откровенно непонятны. Итак, у меня и у моей девочки пишите вы такая проблема. Понимаете, Александр, не может быть у вас и у вашей девочки проблемы, а проблема может быть только у кого-то из вас. Если бы проблема была действительно у вас обоих, если бы эта проблема была действительно у вас обоих, то я думаю, что вы обращались бы к нам вдвоем, мне так кажется. Поскольку обращаетесь вы, то, скорее всего, проблема является вашей. Это ваша проблема. Это вас волнует. А значит необходимо взять вам личную ответственность за то, что происходит. Еще раз, возьмите личную ответственность за проблемы, с которыми сейчас вы столкнулись. Это будет наилучшим решением для вас в вопросах дальнейшей жизни, в вопросах дальнейшего планирования. Не важно чего, либо вашей заметной жизни, либо только вашей жизни, вот, но необходима личная ответственность. Это первое, да, сразу. Второе. Мы начали отношения три года назад, когда были одногруппниками в колледже. Ну что ж, люди часто начинают отношения во время обучения, и мне думается, что это в общем и целом нормально. Правда, всегда в таких вещах очень интересен момент, что людей объединяет. Ну вот, серьезно. Что вас, вот вас, да, объединяет с девочкой. Что вас конкретно с девочкой объединяет. Почему вы решили быть именно с ней. Почему вы решили быть именно с этой девочкой, а не с кем-то другим. Мне кажется, все было нормально. Александр, здесь история такая. А, несмотря на то, что вам может казаться, что все нормально, да, и, может быть, все и действительно было нормально. Вот, необходимо более детально рассмотреть, что вы, что вы понимаете под нормальностью. Понятно? То есть, что конкретно вы, вот конкретно вы, что понимаете под нормальностью. То есть, что для вас нормально. Уверены ли вы, что то, что для вас нормально, нормально и для девочки ваших? Если да, то супер. Если нет, понимаете сами, о чем идет речь. Во многих вопросах я не мог сделать мужской выбор. Пишите вы. Здесь история такая. Понятно, что вы себя обвиняете. Понятно, что вы, возможно, требуете от себя даже больше, чем, ну, нужно. Понятно, что, возможно, вам кажется, что должны были вы поступать по-другому. Но согласитесь, это уже ваш личный конфликт. Вот. То есть, это ваша внутренняя противоречия. Девушка здесь ни при чем. Абсолютно. С другой стороны, если вы изначально были таким, каким вы были, и девушка вас принимала таким, какой вы были, то, на мой взгляд, это уже вопрос к ней. Да, это вопрос к ней, насколько она вас, ну, принимает таким, какой вы есть. И, собственно говоря, принимает ли она вас таким, какой вы есть. Вот. Это, конечно, очень важная история. И, на мой взгляд, вот эту важную историю, да, ее необходимо разрулить, ее необходимо разрешить, но просто потому что, в противном случае, в противном случае вы можете, просто-напросто, периодически попадать в такие ситуации, когда, вроде бы, в начале вас принимают, и, вроде бы, в начале говорят, ну, вот, 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 ты вот, вот, ты такой, да, ну, ладно, как бы, хорошо. Ну, вот, 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 а, вот, ты такой, а, в другой раз вам могут сказать уже, а почему ты такой, да, чего ты такой, с какого перепунга, да, ты такой. ты должен быть другим, например. То есть здесь вот очень важно, да, как вы сами к себе относитесь. Вот, если вы относитесь к себе, если вы сами себя не принимаете до конца, да, вот, то этим обязательно воспользуются другие люди. Вот, если вы себя сами до конца не принимаете, то другой человек почувствует, что вы, ну, например, в себе не уверены, да, и, почувствовав, что вы в себе не уверены, этот человек, значит, будет либо вас жалеть, либо этот человек будет относиться к вам, ну, не так, как вы хотите. То есть, что по итогу я хочу сказать, да, по итогу? По итогу я хочу сказать, что мне нужна причина. причина, почему вы посчитали свой поступок, ну, свои поступки, точнее, не мужскими. Вот. То есть, ну, по какой причине они у вас, по вашему мнению, да, не мужские? Вот. С чего вы решили, что они у вас не мужские? Вот. Это, значит, такой момент. Дальше идём. На данный момент, да, а какие поступки мужские? И по какой причине вы их не завершали? Сдавали этого от вас девушка? На данный момент мы вместе учимся в институте последние шесть, пять-шесть месяцев. Она говорит, что хочет разноситься, и чувства у неё ушли. Ну, как бы, вы вместе три года, первый кризис отношений начинается, в общем-то, как раз после трёх лет. Вот. То есть, я думаю, что это нормально. Нормально, что в вашем возрасте по истечению трёх лет, да, вот, значит, по истечению трёх лет у девушки начались сомнения, сомнения относительно вот того, значит, ну, можете ли вы быть вместе или нет. То есть, тут в этом смысле ничего ненормального нет, да, в этом смысле лучше всего отнестись к этому, скажем так, адекватно, вот, и девочку понапрасну не дёргать, не мучить, да, не трогать ничего. Просто вот, ну, если она говорит, что её напрягает, да, то, соответственно, либо выяснить, что именно её напрягает, и постараться это как-то компенсировать. Вот. Либо, если вы, если вы этого не можете, то, соответственно, лучше будет отдалиться от неё, да, и... Ну, хотя бы на время. И позволить ей, позволить ей побыть без... без вас. Вот. Дальше. Я ей отдавался полностью, даже, можно сказать, чересчур сильно, и почти постоянно ей писал, как дела и что делать. Смотрите, Александр, вы пишете, что отдавались ей полностью и даже больше, чем нужно. Нужно. Вот. Вот. Меня интересуется вопрос. Почему так? То есть, по какой причине вы отдавались ей полностью? полностью. То есть, вы стремились к чему? К слиянию с ней. Вы стремились к чему? К постоянному нахождению с ней, а вместе вы в ней нуждались, а может быть, если нуждались, то в чём? Да? То есть, какие у вас были чувства? Вообще, как правило, попытка слияния, как такова, да, это всегда, с одной стороны, проявление отсутствия личных границ. То есть, это история как-то, это история, когда у, чё, у человека нет личных границ. Как таковых, да, это история о том, когда человек, ага, не может чётко сказать, где он, а где другой. Это история о том, когда человек нуждается в ком-то постоянно для того, чтобы получать от этого человека то, чего не хватает ему самому. Вот. Либо, когда человек не уверен в своей позиции, а, ну вот, сам, сам по себе не уверен в своей позиции. Вот. И он от другого человека добирает, добирает, собственно, то, чего ему не хватает. Не то, чтобы это, скажем так, плохо. Не то, чтобы это плохо. Это, скорее, такой тип отношений, да? То есть, скажем так, психотический. И вы, соответственно, вы, соответственно, как вот, психотический тип личности. Да, вы психотический тип личности. Опять же, это не плохо и не хорошо, да? Просто, если вам это не нравится, то с этим нужно что-то делать, если вам это не нравится. Вот. Понимаете? То есть, само по себе, само по себе, да, это не изменится. Так что, тут история исключительно о ваших потребностях идёт. То есть, тут всё исключительно упирается в то, в качестве кого вы видите свою девочку. Вот, в качестве кого вы её воспринимаете, да? И насколько вы в ней нуждаетесь. То есть, нуждаетесь ли вы в ней больше, чем даёт. В здоровых отношениях отдача происходит больше, чем, ну, чем забирание. Если вы не можете этого сказать, то есть, если вы не уверены в том, что вы даёте ей больше, чем забираете, то в таком случае есть повод задуматься, да, есть повод поразмыслить, ну, на тему, на тему, да, на тему того, почему так произошло. Вот, и подумать о том, как бы, как бы, вот, добрать то, чего вам, ну, не хватает. Особенно, если, если девушка, да, с, ну, большим трудом даёт вам то, в чем вы нуждаетесь. Либо она вообще не хочет, ну, вообще не хочет давать вам то, в чем вы нуждаетесь. Вот. То есть, я хочу, чтобы вы поняли этот, вот этот вот момент. Я хочу, чтобы вы его поняли, да, чтобы вы его увидели. Дальше. Если она куда-то уходила, то я почему-то переживал, что она может познакомиться с другими и так далее. Так, ну, здесь я бы сказал, здесь я бы сказал, что у нас имеет место быть ревность. Вот, да, здесь у нас ревность идёт, потому что вы пытаетесь её, значит, контролировать девочку. Вы пытаетесь за ней следить, как бы это было, ну, не приятно, да, вот. Вы пытаетесь, значит, её, ну, подчинить, то есть, ну, чтобы она была только ваша. Вот. Помимо этого, вы, значит, помимо этого, вы пытаетесь сравнивать себя с другими людьми, вот, вы сравниваете себя с другими людьми. Ну, потому что боитесь, да, боитесь, что она будет с кем-то, вот, боитесь, что она встретит другого, значит, значит, вы останетесь один. То есть, это история про вашу неуверенность в себе. Это история про страх остаться одному. Вот. И, возможно, 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 это отсутствие собственной значимости как таковой. То есть, девочка вам нужна для того, чтобы почувствовать себя более ценным, более значимым. Ну, ключевой момент, конечно, такой, что вы не уверены в себе. Вот. Что, опять же, заставляет меня, ну, заставляет лично меня думать о том, что, возможно, вы её не так уж сильно и любите. То есть, привязанность у вас есть, а вот любовь, да, любовь и любовь под вопросом. Потому что, обычно, когда любят, да, не переживают, что человек где-то там, да, ну, он, как бы, если он куда-то входит, если он что-то делает, ну, значит, это хорошо, значит, в таком случае. То есть, вам, вам бы порадоваться надо бы за человека, а вы, получается, здесь думаете о себе. Вот. Я вас не обвиняю, я просто, как бы, указываю на данный аспект. Время свободное, мы старались проводить вместе, пищевые. Ну, с учётом вычисказанного и с учётом того, что вы написали, да, я предлагаю вам вот на этот вопрос ответить. То есть, вы говорите, что проводили всё время вместе, вы говорите. Вот. Насколько девушка хотела проводить с вами всё время вместе? И хотела ли она этого? Если хотела, то прислушивались ли вы к ней? Да, то есть, прислушивались ли вы к её желаниям, к её виденью, того, как и сколько проводить с вами время? Вот. Мне почему-то кажется, что, опять же, нет. Да, потому что, ну, вероятно, это была ваша инициатива. Ну, вот, спроводить время, как вы хотели. Ну, вы хотели спроводить больше времени, а она, видимо, этого хотела гораздо меньше, чем бы, ну, раз она сейчас, да, да, выявляет о том, что хочет уйти. Хочет уйти. Да? Дальше. Значит, так. Половая жизнь была редкая, но я считаю, что это не важно. Опять же, опять же, может быть, для вас это и не важно. Может быть. Но для девушки, да и вообще, просто вот для другого человека, да, это вполне может быть важно. Поэтому мне не понятно здесь, почему вы вот так вот просто решили, ну, просто решили за другого человека, да, что вот у нас редкая половая жизнь и все-все, и так будет. Вот. А вы как бы у нее отмрашивали, да, ей все устраивает, и он ее все устраивает или нет, или как? Вот. А то ведь, согласитесь, ну, не самый лучший расклад, когда вы двоих решает один человек. Может, девушка была не удовлетворена тем тем, что у вас редкая половая жизнь. Вот. То есть, я опять же не знаю, да, может быть, у вас как бы по предности в сексе вот такая, да, и если это было изначально, то девочке, конечно, ну, нужно это было принять, да, то если она это не принимает, то, соответственно, тут могут быть сложности. Опять вот. Дальше. Так. Мой характер поведения немного похож на женский. Опять же. Опять же. Может быть, так. Может быть, так. Может быть, не так. Да? То есть, я не знаю. Было бы лучше, было бы здорово, если бы вы как-то этот момент прояснили бы для нас. То есть, что значит мой характер похож на женский? В чем он женский конкретно? Как вы к этому относитесь, да? То есть, вы хотели бы, чтобы характер был другой у вас? Вы хотели бы вообще сами, ну, чего-то другого? Или вам хотелось бы как-то, чтобы было, ну, по-другому? Если вам хотелось, чтобы было по-другому, делали ли вы что-то для того, чтобы изменить это, ну, то, что вам, говоря грубо, не нравилось, да, и так далее. То есть, а почему у вас, вот, проблема с гендерной идентификацией, скажем так? То есть, постоянно какая-то вот идет у вас, как будто бы неуверенность в себе, как в мужчине. Вот. Вы такой мужчина, какой вы есть. Ну, а то есть, вы, может быть, не идеальный мужчина, но такая, идеальных мужчин, как вообще людей, не бывает. Вот. Почему, почему вы считаете, что, например, вы должны быть идеальным, допустим? Или почему вы считаете, что вы должны быть кем-то? Вот. Может быть, вы и девочку выбрали себе специально, чтобы как-то самодвиждаться за ее счет и так далее. Так, девочка здесь как бы ни при чем, да, она просто хочет быть партнером вам. Она не хочет быть, как бы, средством для вашего самоутверждения, как мужчины. То есть, тут конечно, если вы говорите, да, что ваше поведение, оно похоже на женское, то будет конечно больше фактов, вот, потому что, ну, пока это выглядит все очень общее и во многом выглядит так, как будто вы на себя накручиваете. То есть тревожно. При начале отношений они у нас начались не очень приятно для неё, а это как, в чём неприятно было? Я до отношений делился с ней неудачами с другой, возможно, девочкой. Так, ну вы делились с ней неудачами с другой, возможно, девочкой. И что? То есть вы поймите, что её, вот её, ну, саму, да? Как бы никто не заставлял вас там, грубо говоря, выслушивать и так далее. Да тот факт, что она выслушала, выслушивала вас, это был исключительно выбор, как бы её, как её выбор был и вступить с вами в отношения. Понимаете? Вот. Поэтому вы здесь, мне кажется, берёте на себя ответственность за то, что в вашей зоне ответственности не лежит. То есть да, возможно, вам не стоило делиться с ней своими неудачами по поводу возможной девочки другой. Не стоило делиться не потому что это плохо, а потому что девочки вам мало что подскажут. Тут лучше как бы с мужчиной поэтому вопрос разговаривать. Ну вот. А не с девочкой. И другое дело, что, может быть, девочке вас жалко было из-за того, что у вас не получилось с другой построить отношения. И она вот поэтому с вами вступила в связь. Вот. Ну, тут опять же, как бы её выбор. Понимаете? Другое дело, что если она вас жалела, то вы об этом узнали бы рано или поздно. Я думаю. Вот. Так что, тут опять же, вы по сути берёте на себя ответственность за то, что вам не принадлежит, за то, что к вам не относятся. Вот. Зачем? Для чего? Это вопрос отдельный. Помогите советам, как её вернуть. Ну, вы знаете, я не уверен, что можно вернуть то, что от вас не ушло. Ещё пока. Так мне кажется, что вы тревожитесь немного наперёд, в том смысле, что она от вас ещё не ушла. Девочка, вы слишком рано, значит, ну, вы слишком рано, ну, вы беспокоились об этом. Вот. Знаете? Понимаете? Какая история. Она ещё не ушла, она просто говорит, что хочет, ну, что хочет уйти. Вот. Это правда. Она хочет уйти, потому что, ну, её, ей как бы, как бы вот ей, тяжело ей, ну, трудно, да, с вами, может быть, или потому что её что-то не устраивает. Она сомневается, это метаморфоза, и здесь, на мой взгляд, не нужно делать каких-то, каких-то, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Тем самым вы девочку от себя оплакнуть, и ещё раз, она не ушла, пока что, она не ушла, поэтому не торопитесь, её как-то вот возвращать. Другое дело, что вы можете пересмотреть то, как вы себя ведёте с ней, вы можете пересмотреть своё отношение к ней. Это да. Посмотрите, что из того, что вы делаете ей по душе, а что из того, что вы делаете ей не нравится. Вот. И вот исключите её, исключите то, что её не нравится. И всё будет в порядке. У вас. Понимаете? Какая история. Так что, здесь вот исключительно так, так это всё работает. И никак иначе. Дальше, стоит отпустить, так я желаю ей хорошего, желаю, чтобы она всегда была счастлива. Ну, тут нужно смотреть более внимательно и изучать более подробно, чтобы вы не натворили дел, о которых потом жалели бы. Вот. То, что вы желаете ей счастья, прекрасно и здорово, но ещё раз, не торопитесь, не торопитесь с выводами. Не, не торопитесь с решением. Не надо за неё решать. Для начала, постарайтесь сделать всё, что от вас зависит. А там дальше уже будет видно. Как и что. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание на те проблемы, которые я раскрыл. Они очень важны. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.